Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. 14 июля самый критический день. Что важно сделать, чтобы стать счастливее? В сегодняшнем видео вы все узнаете. Пятница, 14 июля, является сложным и опасным днем, когда любые необдуманные действия могут привести к критическим последствиям. Правящие сегодня неблагоприятные 26 июля на сутки высвобождают потоки негативной энергии, пробуждающей в людях их отрицательные стороны. Повышается риск ссор и конфликтов, поэтому необходимо сдерживать себя, избегать провокаций и искушений. Позитивный настрой поможет вам избежать большинства трудностей этого периода. В сочетании с 26 июлями сутками луна в близнецах становится временем спонтанных действий, нередко приводящих к серьезным ошибкам. Сегодня вас может посетить обманчивое чувство всемогущества, когда кажется, что вам по силам любые трудности. Поддавшись этому ощущению, вы рискуете переоценить свои силы, попасть в плену собственных иллюзий, поскольку отличить правду от вымысла будет практически невозможно. Поэтому не позволяйте себе действовать непродуманно, отложите все решения, особенно важные, на другой день. Чтобы избежать негатива 26 июляных соток и провести этот день наиболее спокойно, откажитесь от любой активности и займитесь самоанализом. В эту пору рекомендуется посмотреть на себя со стороны, оценить имеющуюся систему ценностей, подумать над тем, насколько верно вы расставляете имеющиеся приоритеты. При этом не позволяйте появиться жалости к себе, претензиям и обидам. Любые негативные мысли лишь ухудшат ситуацию, мешая вам найти из нее выход. Обратите внимание на свой эмоциональный фон. Перепады настроений могут вызвать дополнительные трудности. Проявите выдержку, не позволяйте мрачным мыслям перехватить над вами контроль, относитесь ко всему происходящему спокойно и с толикой юмора. Это поможет вам избежать конфликтов, которые сегодня особенно разрушительны, и могут негативно отразиться не только на вашем будущем, но и на состоянии здоровья, вызывая затяжную депрессию. Сегодня вы можете проснуться от кошмара, оставляющего после себя опустошение и неприятные ощущения. Однако, не стоит воспринимать это как негативное предзнаменование. Сны этих суток показывают настоящие, раскрывая темные стороны вашей души. Поэтому постарайтесь вспомнить их как можно точнее и растолкуйтесь с помощью сонника, каким бы неприятным вам это не казалось. Результат подскажет вам, как избежать ошибок и достичь успехов задуманным. Вы можете посвятить свое время творчеству, однако рассчитывать на значительные успехи не стоит, так как энергетика 26-х онных суток оказывает на людей угнетающие воздействия, препятствия активности муза. К этой причине сегодня не стоит приступать к реализации новых задумок и вносить изменения в имеющиеся проекты. Посвятите свое время привычным и знакомым делам, оттачивая имеющиеся навыки. Активная деятельность в эти сутки нежелательна, но и бездействовать лежа на диване тоже не стоит. Поэтому лучшим решением будет посвятить день саморазвитию, изучить что-нибудь новое. Поскольку успех задуманного будет во многом зависеть от вашего интереса и сосредоточенности, выберите наиболее интересную тему и погрузитесь в нее как можно глубже, исключив все внешние раздражители. В эти сутки не стоит увлекаться физической активностью, поскольку это может привести к неприятным последствиям в виде растяжения и травм. Луна советует. Небогоприятная энергетика 26-х онных суток делает неудачными любые начинания, включая запланированные заранее. Вам будет трудно сосредоточиться, чтобы реально оценить свои возможности и критичность ситуации. Поэтому откажитесь от всех важных дел и займитесь привычной, рутинной деятельностью. Коллективный труд нежелателен, поскольку сегодня многократно увеличивается риск конфликтов с коллегами. Нежелательно проводить деловые встречи, общаться с инвесторами, вас могут попытаться ввести в заблуждение. Проявляйте осторожность в вопросах смены работы, ограничьте общение с руководством. 26-е лунные сутки нежелательно совершать крупные траты, одолжить и занимать деньги, делать вложения. Откажитесь от спонтанных покупок, так как они будут неудачными. Допустимо совершать неотложные приобретения для дома и близких. Приступая к домашним делам, откажитесь от трудоемких задач, таких как генеральная уборка или перестановка мебели. Займитесь несложными задачами. Обновите декор помещения, протрите пыль, приготовьте ужин. В процессе прислушайтесь к себе, не допускайте усталости и не делайте ничего через силу. Общение в эти сутки чревато ссорами и прочими конфликтами, поэтому ограничьте контакты с самыми близкими людьми. Не допускайте раздражительности и вспыльчивости, проявляйте максимум тактов в адрес окружающих. Если есть возможность, проводите как можно больше времени в одиночестве. Взаимоотношения с любимым человеком будут складываться не самым лучшим образом, даже если между вами царит гармония, возможны вспышки ревности, появление взаимных претензий. Будьте готовы к этому и не позволяйте негативным эмоциям взять верх над разумом, проявляйте терпение. Если это возможно, откажитесь от любых поездок, назначенных на 26 ионные сутки. Поскольку это довольно травмоопасный период, крайне велик риск попасть в аварию, стать жертвой мошенника. Кроме того, вы можете столкнуться с грубостью со стороны попутчиков или работников транспорта. К магии сегодня следует подходить с максимальной осторожностью. Нельзя совершать действия, способных причинить вред другим людям, возвращать наведенный негатив. Удачными будут очистительные практики, позволяющие избавиться от негатива и недостатков. От нищеты. Вы можете привести этот ритуал, если нашли у себя дома или приобрели иным способом купюру, вышедшую из обращения. При этом она не должна представлять для вас какую-либо ценность или быть коллекционной, поскольку с денежкой придется расстаться. Вечером зажгите свечку, глядя на пламя трижды скажите. Старые деньги сжигаю, нищету из своей жизни убираю. Говорим три раза. Далее эту купюру нужно просто отнести под любое старое дерево. Все, в скором времени вы заметите позитивные перемены. Избавляемся от негатива. Вам понадобится сухая трава-полынь, которую можно купить в аптеке. Разложите по щепотке на каждом подоконнике в каждой комнате. Далее, когда будете оставлять на окне, скажите такие слова. Все дурное из дома вымываю, прочь прогоняю. Трава-полынь, дом мой защити от наветов, уроков и призоров, огради. Все смой и убери, в почву унеси, а мать земля все поглоти. Говорим на каждое окно. Оставляем так ровно на сутки. Через сутки траву нужно отнести земле и протереть подоконники. От внешних дефектов. Если у вас на коже имеются дефекты, которые нужно убрать или сделать незаметнее, дождитесь ночи, встаньте так, чтобы увидеть убывающие серпоны. Далее, смотря на Луну, скажите такие слова. Ты, Луна, исчезаешь, на небе таешь, так пусть и мой. Здесь вы должны назвать недостаток. Убывает, кожу мою покидает, чистый ее оставляет. Говорим три раза, далее можно возвращаться к своим делам. Народным приметом в этот день отмечали бабий праздник. Раки, рожденные 14 июля, обладают сильным характером и нежным чувствительным сердцем. Такое сочетание дает им все возможности для достижения успеха. Будучи тонко чувствующими, общительными людьми, с прекрасными деловыми и управленческими задатками. Они часто находят себя в сфере коммерции. В личных отношениях стремятся найти такого же активного союзника, способного поддерживать их интерес на протяжении долгого времени. Их талисман – аметист. В народе 14 июля праздновали бабий праздник. В этот день было принято проводить и женские торжества, и застолья. Предварительно собравшись вместе, женщины готовили кашу, для которой каждая из них приносила один из ее ингредиентов. Кроме каши, готовили фруктовые и овощные блюда. Мясо и рыба в этот праздник были запрещены. Также были определенные запреты на этот день. Так, например, нужно было отказаться от крупных покупок, тогда денег в будущем прибавится намного больше. Категорично запрещено отказывать в помощи. Если к вам в этот день обратились, обязательно окажите посильную помощь. Кто это сделает, того ждет долгая счастливая жизнь. И, конечно, очень важно избегать конфликтов и разных ссор. Ссора, которая будет в этот день, может надолго затянуться и может испортить все отношения. И также категорично сплетни в этот день считаются, что таким образом вы навлекаете на себя большие неприятности. И по традиции перед сном обязательно один раз повторяем такие слова. Каждый день я становлюсь лучше и сильнее, а тело отдыхает во время сна. Подговорим один раз и вы посмотрите, насколько вы будете чувствовать себя великолепно.